Здравствуйте, с вами Фреймистер, и мы закончили с вами на том... А, нет, погодите. Игра Бесконечное Путешествие. Мы закончили с вами на том, что... Честно говоря, я не помню, по-моему, я записывал в последний раз путешествие месяц назад. Так вот... Психоделическая мебель. Было, по-моему, дело, наверное. Но суть была в том, что здесь, в этой... В этом месте с каким-то там названием у нас был какой-то там глюк каких-то там предков, каких-то существ. И теперь мы что-то знаем. Я так думаю. Ой, она проснулась. Эй, приел. Да, что тебе надо, маленькое существо? С добрым утром, Бен Банду. Новый день несет новую радость, Эйприл. Как тебе спалось в норе духов? Ха-ха, как спалось. Если не брать в расчет всякие голоса, видения, острые камни под боком и сыроватый матрас, не особенно скажу я тебе. Так тебя посетили наши духи? Выходит так. Когда ты предупреждала об этом прошлой ночью, я не поверила. Думала, это просто присказка. Вроде как, пусть тебя комары не кусают. Наши духи всегда рядом с нами. Иногда они говорят с теми, кому позволено спать в норе духов. То, что они говорили с тобой. Большая честь, Эйприл. Очень большая честь. Ха-ха. Я готова махнуть эту честь на одну спокойную ночь без кошмаров. Хе-хе-хе. Ой, держите меня. Какая ты забавная, Эйприл. Если все люди такие, то вы, наверное, смеетесь с утра до ночи. Старейшина хочет снова поговорить с тобой. А я должен идти петь в туннели. Этим утром мне сказали, что я могу пойти с копателями. Рада за тебя, Бен Банду. Спасибо. Пусть баланс хранит тебя в твоем путешествии, Эйприл. Ты всегда будешь в моем сердце. А ты в моем, Бен Банду. Всегда. Ты вернешься, когда закончишь путешествие? Постараюсь. Пока. Ой, мамочки, ненавижу прощание, но... Прощай. Что я действительно эту штуковину больше не увижу. Я уже хотел пошутить, когда он сказал, что пойдет петь в туннеле. Сказать, что давай пой отсюда. Но это прощание действительно было сердцещипательным. Поэтому нет, не будем издеваться над бедными, больными, нелюдьми. Он спит. Он спит. Разбужу его, когда будет пора уходить. Банда старейшина. Ага! Ты проснулась? Как спалось? Хреново. Ох, спалось приотлично. Че? Пополнила свою коллекцию глюков. Вам слово «багбаар» что-нибудь говорит? Багбаар? Откуда ты знаешь это слово? Честно говоря, я не знаю это слово. Я тысячу лет назад забыл, уже что здесь происходит. Ну, наверное, духи сказали, что у меня был... Черт, убери. Ой, короче, у меня был багбаар. Духи сказали, что у меня был багбаар. Так духи говорили с тобой? О, человек, тебе сказочно повезло. Некоторые входят в нору духов, но не выходят обратно. А некоторые слушают ночь напролет, и все зря. А вот тебе повезло. Багбаар — это образ самого себя, который говорит тебе две правды. Первая — горькая правда. Так ты видишь себя, когда неуверенно или злишься. А вторая правда — сладкая. Такой ты видишь себя, когда счастливо и довольна. Но духи говорят нам, что обе правды важны. Нельзя любить себя, не видя своих недостатков. Я видела каких-то людей. Они были живые. Духи посылают нам образы. Обычно они являются в облике дорогих тебе людей. Из прошлого или настоящего. И послания, и посланцы всегда разные. Тебе нужно внимательно выслушать и запомнить их слова. Мне сказали, что среди банда меня должны звать Эйприл Банду Эмбата. Это значит, та из маленького народца, что ищет и находит. Значит, все наши песни о тебе. О той, кто придет, кто поможет и спасет наш мир. А потом разрушит его. Ты приносишь бандам радость и печаль. Эйприл Банду Эмбата. Ты даришь надежду и отчаяние. Ты вошла в этот мир, и он уже никогда не будет таким, как прежде. Но мы благодарны, и я горжусь, что встретил тебя. И даю тебе то, зачем ты пришла. Я попала сюда случайно. Я ни за чем особенным не приходила. Отнюдь. Вот зачем ты пришла. Эй, что? Он мне что-то дал? Что-то коричневое? Что это? Это камень, что нам верили отцы. Мы хранили его до этого дня. Он был у нас очень давно. На хрена вы хранили камень? Так это кусочек диска. Так ты все знаешь. Ты пришла за камнем, даже не подозревая об этом. Наверное. Спасибо. Теперь ты должна продолжать свой путь. Эйприл Банду Эмбата. Помни, что теперь это твое племя. И тебя всегда примут у наших костров и в наших норках, когда бы ты ни пришла. Мне... Мне очень приятно. Спасибо. Пусть у тебя под ногами всегда будет земля. Эйприл Банду Эмбата. И у вас тоже, старейшина. Прощайте. Что же она со всеми прощается-то, а? Сердце, блин, из стали. Не иначе. Я бы так не смог. Проснись. Можно и запеть заодно. Что такое? А, так это птиц гребаный. Я думал, что это что-нибудь более нормальное. Ой, мам, ну выключи свет. Это солнце, Ворон. Добро пожаловать в реальный мир. А мне приснилась такая задастенькая индейка в красных сапожках. И ты там была. И... Слушай, так может, это и не сон был? Да, Ворон. Тебе надо подлечиться. Давай, нам пора идти. Пора идти? Ура! Пошли порвем всех. Ну? А кого мы сегодня рвать будем? Злого алхимика, который хочет управлять миром с помощью черной магии. А, ну да, точно. А я буду наблюдать за всем сверху и объявлять воздушную тревогу. Так и сделаем. Круто! Э... Реально круто. По-моему, полный отстой. Но погодите-ка, куда мне нужно идти? Так, туда я не хочу. О, сюда. Я так думаю. Ё-моё! Несерьезно, где я? Болотная вода. Внизу что-то шевелится, что-то большое. Фу! Не хочу я знакомиться ни с чем большим. Так, это что такое? Комары меня скоро сожрут. Надеюсь, это облако не кинется на меня? Только малярии мне тут не хватало. Да, действительно. Но я думаю, здесь какая-нибудь другая болезнь. Какая-нибудь магическая такая, загажечная болезнечка. Это что такое? Комары. А-а-а, здесь одни комары. Болотная вода. И одна болотная вода. Как одна зола. Ну да, извините. Я эту шутку использую налево и направо. А это было, кстати, красивым экраном. У-у-у. Спасибо. Как-нибудь и без этого обойдусь. Без чего? Кажется, я что-то уронила. И это сожрали вот эти существа. Пойду-ка я побыстрее отсюда. Ты вообще о чем? У меня чего-то теперь что-ли не хватает? Да вроде... Вроде все на месте. Я точно не помню. Деньги есть. Что еще надо в жизни-то? Карточка даже. Сразу оба варианта денег. Ладно, пойдем отсюда. Да, действительно красивое местечко. Это же за хрень. Похоже на темно-розовые тюльпаны, только очень нежные на ощупь. Готичные цветочки. Такие только на похороны носить. Эй, гадость. Взять, что ли? Очень мягкие и нежные цветы. Как крем для рук. Возьму парочку с собой. Вдруг у меня кожа на руках потрескается. Логично. Но мне кажется, лучше наоборот. Сначала намазать, а потом уже не потрескается. Прикольные, но мрачноватые цветочки. Так, стоп, погодите-ка. Мне действительно интересно, что я могу с этим сделать? Так, стоп. Мягкий, влажный, пурпурный цветок. Мягкий, влажный, пурпурный цветок. Фу, звучит ужасно. Ого! Я уверен, что там алхимик живет, а не кто-нибудь покруче. Алхимия же самая отстойная наука из всех. А вот и замок Ропера Клакса. Я еще и знаю, как его звать. Я забыл, что я знаю, как его звать. Так, это не пойми куда, а это вроде туда же. Что за... А если сюда нажму? Ага, понятно. Ну тогда пошли к этому ужасному, похоже, что даже человеку. Может, это статуя? Да, эту шутку продолжать не стоит. Хорошая работа, но не особо реалистичная. Странно. Немного щиплет пальцы. Я не знаю, что ты мяблишь. Ты можешь рот открыть пошире? Нет, невозможно. Невозможно? Ладно. Ладно, как-нибудь мы тебя разговорим. Кстати, ты не поможешь мне забраться в замок? Но я не могу двигаться. Нужно в воде. Извиняй, с магией не знакомо. Но я что-нибудь придумаю. Какой ужас. Эта штука напугала меня до полусмерти. Еще больше меня напугало, что я убегал открывать дверь, пока я вон разговаривал. Но все это позади. Так, я хочу тебя смазать цветочком. Эх, не получилось. Камень слишком плотный. А лепестки недостаточно влажные. Нужно перемешать их с чем-то, чтобы лучше намазывались. Да е-мое, ты же сказала, что их можно прям так в кожу втирать. Чего ж ты мне мозг пудрышь? С конфетками не сходится, с диском тоже. Так, это все фигня, фигня, фигня. Пошли в болотной воде искупаемся, что ли? Я полдня лазила по этому проклятущему болоту. И без крайней необходимости я туда не сунусь. А чтобы цветы с чем-то смазывать или как это, смешать, то все равно не сунешься. Полдня я засекал. По-моему, там было минуты две от силы. Окей. Стоп, здесь... А, нет, это была сама Эйприл. Я думал, что здесь что-то есть, но это была сама Эйприл. С чем же надо их смешать? Ну, назовем... Стоп, погодите. Идея. Нет, идея провалилась. О, здесь... Эти ягодки спелые и сочные, но вполне могут быть ужасно ядовитыми. А еще от них можно потолстеть. Короче, я их есть не буду. От ягод. Потолстеть от ягод. Ой, мама! Я та... Я могла бы там ботинок потерять. Да и жизнь заодно. Эй! Я понимаю, что ты тонешь. Я... А! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Знаю, как достать ягоды. Я знаю, как достать ягоды. Так, сейчас, сейчас, сейчас сделаем. Тю-дю-дю-дю-дю! Видимо, его здесь нет. Стоит заглянуть попозже. Эээ, хренов отстой. Неа. Между мной и ягодами болотистая земля. Не хватало еще, чтобы меня туда затянуло. Спелые и сочные ягоды. Какого хрена мой птиц не прилетает? Деревянная флейта. Ей можно вызвать поддержку с воздуха. О, летит, летит, гад! Надо было просто сначала попытаться взять ягоды, я понял. Ну, останавливайся. Я тебя почти за сто метров разглядел. Да ты крутой. Ну так, не зря же меня называют повелителем ветров. Кто это тебя так называет? Ну, никто. Но скоро будут, увидишь. Так это, чего ты хотела на этот раз? Что, я не могу ему сказать? Так, слушай, ты, лети туда. Не полезу я в это болото, там слишком опасно. Во! Взять и швырнуть туда. Ворон, нужно слетать вон туда и принести мне немного ягод. И это... Да, моя курочка? Ягоды не жрать. Ну, как ты могла такое подумать? Не дай боже свалиться замертво, когда поест их. Ну, птиц. Мне из-за тебя нужно разговаривать. А я не хочу. Спасибо, Ворон. Ну, ладно. Я полетел развивать орлиное зрение. Буду тренироваться отличать одиноких пташек за несколько миль. Да. Да, и он очень красиво, в кавычках, улетел. Ай, так. Смешать. Ура! Какой интересный компот. А может, съесть его? Мне не хочется есть. Ну, как хочешь. Я понимаю, ты следишь за фигурой. Вот. Ну как, получше? Получше. Помягче. Да. Извини, но я чувствую, что эта мазь недолго будет действовать. Кстати, я Эйприл. Лорхан я, моряк. Помоги мне выбраться отсюда. Я так устал. Так, значит... Как это тебя угораздило? Понимаю. Как это тебя угораздило? Этот алхимик, собака, заколдовал меня, превратил в камень и поставил сюда, чтобы я служил ему привратником и якорем для замка. С тех пор прошло уже шесть лун. Ты что, здесь полгода торчишь? Не трави душу, это же целая вечность. Моя Дженни, наверное, думает, что я сбежал от нее к другой. Проклятая магия. Авангард дело говорил? Эээ, так... Ммм... Извините, какое-то... Дело говорил, ваш Авангард. Какое такое дело, говорил Авангард? Он говорил, что слишком долго мы подчинялись балансу. Пора что-то менять. Нужно вернуть власть в руки людей. Не понимаю. Вам-то это как поможет? Ну, во-первых, не будет этих гадов-волшебников вроде Ропера Клакса, которые жизни никому не дают. Согласна? Слушай, мне сейчас некогда спорить о политике, Лорхен. Я спешу. Да кто ж спорит-то, бушприт, мне вдышла? Ты, главное, помоги мне выбраться. Как же я тебе помогу? Я тут не один, Эйприл. Там наверху целая толпа народу. Слуги, моряки, солдаты, торговцы. Их всех прислали, чтобы убить Ропера Клакса. Убили они как же. Он всех превратил в каменюки. А наши души этот психопат засунул в кристалл, который хранится в его кабинете. Он черпает из него силу, из наших украденных душ. Это из-за проблем с балансом естественный ход вещей нарушился. Если бы у власти был авангард, такого бы не случилось. Все было бы так, как много лет назад. Еще бы. Тогда же все было шоколадно. Ну, забот и тогда хватало. Но этот разлом он не сам собой получился. Наука и магия должны существовать вместе, в руках людей, а не у какого-то стража, который торчит неизвестно где. Ладно. Сейчас у нас и так есть чем заняться. Мне нужно влезть в замок, отпинать Клакса и выпустить ваши души. Да, да, ты права. Дьявол, мои мышцы снова каменеют. Надо спешить. Как мне войти в замок? Я притяну тебе лестницу. Когда Клакс возвращается, он размягчает меня на минутку, чтобы я спустил ему лестницу. А потом он снова превращает меня в камень. Когда залезешь туда и убьешь этого пса. Хотя я не представляю, как ты это сделаешь. Ты же женщина и очень молодая. Зато я знаю каратэ, кунфу, айкидо и много других страшных слов. Чего-чего? Короче, если ты справишься с Клаксом, найди его кабинет и разбей кристалл Камень Душ. Тогда наши души освободятся, и мы снова станем живыми людьми. Не волнуйся. Так и сделаем. Ладно, давай. Голову береги, Эйприл. Охренеть, я попал... Как это называется-то? В Скайрим. Вроде давно уже ушел из Скайрим, а теперь... Ох ты ж, ё-моё. Теперь вдруг попал в Скайрим. Мне нужно сломать звезду Азуры. Черную при этом. Страшное дело. Вау! Слушайте, здесь действительно прикольно. Лабиринт. Круто. Обожаю лабиринты. Вообще, я действительно... Прыгай! Прыгай в песню! Иди нахрен. Кто это? А, злобный волшебник. Они все разговаривают, как марзматические старики. И все? Да, это был интересный диалог. Конечно, очень. Так, что мне делать-то? Серьезно. Я не понимаю. О! О! Эта статуя как будто просит монетку. Слушайте, это гениальная идея. Тьфу, проклятье! А это еще что такое? Его руки горят. Э-э-э. Его руки горят. А-а-а! Я-то думал, что она его съест. Думаю, что за чушь. Так, эту тоже нафиг. Фу. Ого! Там что-то проснулось. Совершенно замечательно. А это что такое? А, я сюда не могу посмотреть. Ну, ладно. Я не боюсь высоты, но такое, такое любого испугает. Звезды шепчут мне, что надо идти вон в ту дверь внизу. Только как? Прыгай! Прыгай в бездну! А что если действительно нужно спрыгнуть в бездну? Вот что я думаю. Это был бы странный вариант, но тем не менее. Че-то как... О! Стоп! 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 О! Э, не понял. Эй! А если я швырну монетку туда, ничего не получится. Свернутый пергамент. Да? Взять его, соответственно, не могу. Это все еще просит свою монетку. Эта статуя как будто просит монетку. Можно еще ему дать? Ага. Только... Стоп, но... Не понимаю. Что я только что сделал? Погодите, я... С помощью чего я его... Стоп! Что это? Соль. Соль? Откуда? И перец. Странно. Нахрена? Соль и перец. Ну ладно. А как я туда проходил? Нет, ну как... Как я туда проходил? Что за... А, стоп. Теперь надо задуть? Нет, пока... Это смысла никакого. В этом нет. Что за... Перец. Эээ... 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 Может выйти? Двери закрыты. Лорхан снова превратился в камень. Все-мое-е-е. О, что это? Каргулья держит большие песочные часы. В которых мы насыпем соли и перца. Зачем-то. Нет. Зим... Зим... Вау! Вау! О, это причем ограничено по времени. Да иди ты нафиг. Лорхан, шмархан. Прыгай. Прыгай. Между. Земи. Ладно. В таком случае... И... И перца тебе. Нет, это полная чушь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бэээ... После некоторых мучений я понял, что пока что до меня ничего не доходит. И я прихожу к выводу, что на этом я завершу это видео. Это будет более мелкое видео, и, возможно, теперь буду записывать более мелкие видео. Берегитесь, так сказать. Просто у меня сейчас меньше времени на запись. Поэтому, я думаю, так и будет. Bye!